У нас на обучении был очень интересный случай, то есть во время погружения женщины, ученицы нашей, как только она вошла в измененное состояние, она увидела женщину перед собой, там в Астрале она увидела женщину в длинном платье, как королеву, вот, а этой королевой оказалась Галя, наша Галечка, просто она пролегла рядышком на кушетку, да, и тоже погрузилась в это измененное состояние, и получается, что два слипера встретились там, в Астрале, и увидели друг друга, вот, дальше много было интересного, особенно в конце, в конце был инопланетный контакт, так что смотрите, впитывайте информацию, информация уникальная, чистая, честная, самая настоящая. Не знаю. Спроси, кто это? Опиши, как она выглядит, опиши. Я ее вижу боком, и она и перо какое-то большое держит, как будто словно что-то пишет. Она что-то хочет передать тебе? Так, очень хорошо, Марин, что ты видишь, опиши, пожалуйста. Сейчас как пропадает немножко. Хорошо, вдохонированный, спокойно, ритмичный, ты погружаешься еще глубже и дальше, с каждым словом, звуком, с вдохом своим и выдохом. Подружаешься все глубже и глубже. Ты поднималась сейчас, входила в состояние глубокого транса. Галечка подключалась, возможно, ты ее увидела. Напиши, пожалуйста, какого ты только что видела? Женщину, у нее все собрано в большой пучок, как кока на голове прям, и платье такое большое, как у королевы, пышное, очень длинное. Посмотри внимательно, это не Галя случайно? Почувствуй энергетически, кто это перед тобой? Наверное, может быть, потому что она смеется. Вот она только что мне сказала, что это она подключилась, когда ты поднималась. Так что вот вы встретились в астрале. Галя, как ты видишь Марину? Я не шла, я просто шла себе. Погуляю, пока там погуляют. Ну, когда гуляют. Хорошо. Все, мы на нее. Похоже на белого воина рыцаря, римские. Модеяне, такие у них юбки, не юбки этих рыцарей римские. Из таких кусочков. Как мечи заостренные концы, кончики заостренные. Хорошо. Очень. Белый. Очень хорошо. Белый. Белый. Угу. Времени раскручиваются назад. Стрелки часов. Бегут назад, бегут назад. Ты переносишься в свое первое воплощение на земле. Самое первое воплощение переносишься. Раз, два, три. Ты оказываешься там. Раз, два, три. Марина, что ты видишь? Туман рассеивает. Туман рассеивает. Картинки ясные, четкие. Ясные, четкие. Картинки ясные, четкие. Угу. Угу. Ты видишь, Марина. Пока сложно сказать. Образы не собираются. Ты клетка? Нет. Приходит понимание. Потихонечку, потихонечку всплывает. Все записано. Я лебедь. Ты лебедь. Угу. Очень хорошо. Молодец. У меня белый лебедь. Отлично. А где ты находишься? На воде. На воде? А что это за год? Не знаю. Пять. Угу. Отлично. Хорошо. И ты, какая вокруг тебя среда, где ты находишься? Я одна почему-то. Угу. На воде, возле, ну, возле леса, можно сказать. Возле леса. Плаваешь там? Да. Ты сыта? Да. Все нормально, только я одна. А где твоя половинка? Нету. Никого больше нету. Никого нету. Хорошо. Хорошо. А теперь мы перемещаемся в следующую жизнь. Да, ты встаешь на ренту времени, она вперед раскручивается, вперед. Стрелки часов побежали вперед. И ты в следующее воплощение переносишься. На раз, два, три, ты окажешься в следующее воплощение. Раз, два, три. Туман рассеивается. Вот идет лампа, как в операционной. И очень-очень много смотрит на меня. Людей? Даже не понимаю, это вот как. Что это там смотрит на тебя? Ты рождаешься. Приходит понимание, что происходит. Ты все чувствуешь, все записано в информационном пространстве. полное понимание. Немножко вперед, по кадрам перематываем вперед, чтобы тебе разобраться, понять, что происходит, что произошло. еще не понимаю, как лапка от медведя, что ли. Лапка от медведя. Лапка от медведя, хорошо, смотришь дальше. А медведь сам где? Дальше смотришь, проявляешь все. В лесу. А медведь в лесу? Да. Медведь черный, серый, бурый человек. Так, хорошо. Медведь в лесу? Да, это моя мама. А, это твоя мама. Мама, большой медведь твоя? Да. А ты кто? Я маленький медведь. Ты маленький медведь. А кто на тебя смотрел, какие-то много смотрел? Что это за ситуация такая была? Ну, смотрели на меня какие-то нелюди. А, какие-то нелюди смотрели? Ну, не люди. Это звери? Нет. А кто на тебя смотрел? Это как оболок, какие-то как оболочках все, как души. А, как души смотрели? Да. Это между инкарнациями, видимо, ты увидела. Молодчинка. Хорошо. И идем дальше. Ты Мишка. Ты родилась. Ты Мишка. Дальше. И пусть ты видишь всю жизнь, как она прошла. То есть Мишка бегал, бегал, рос, 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 рос. А все в лесу, в лесу. Малину ем. Ага. Ну, скоро не такое. Травку. Да. Травку бегаю. Еще есть братья, видимо, или вот. Ага. Родня у тебя там есть? Да. Хорошо. Чувствуешь себя как-то? Очень хорошо. Естественно, среда твоя. Да. Комфортно и хорошо. Тепло. Тепло. Хорошо. Дальше. Перематываем, перематываем. Возрослел ты, стал большим там, медведем. Ага. Что там дальше с тобой происходит? Как ускоренная пленка. И опять я один. Опять один. Ты не нашел себе медвежу, медвежу, медвежу? Медведица. Медведица. Не знаю. Сейчас вот пока один. Я как бы сижу, грущу. Перекручиваю, перекручиваю. Хорошо. События в этой жизни. Смог найти себе медведицу? Молодец. Хорошо. Эмоции уходят, уходят. Все хорошо. Хорошо, хорошо. Остаешься в том состоянии, удерживаешься, комфортно. Видишь, как у истанцы бывают. Тебе приятно? Хорошо. Беленькая. Беленькую медведицу? Я с ней танцую. Я черненькая, она беленькая. У вас есть медвежатки? Да, мы обнимаемся. Нам хорошо. Нора у вас есть? Где берлога? Сколько у вас медвежаток? Сколько медвежаток у нас? Удерживаешься в том состоянии, удерживаешься спокойно. Дышишь спокойно, все хорошо. Наблюдаешь, как там жизнь проходит, протекает? Два медвежоночка, и они тоже резвятся. Мы за ними наблюдаем. Хорошо. Как бы такая вот ощущается сплоченность. Ты счастлива? Да, я счастлива. Но почему-то выше я вижу уже девочку. У тебя еще будет медвежата, да? Нет. Она пошла. Девочку. А, ты уже в следующем воплощении? Девочку. Вот у нее большой банк такой. Да, она молодец. Но он какой-то, какой-то, как гномочный, как у гномика. Девочка, как карлик, что ли? Вот так. Маленькая. И как у нее жизнь протекает. Тоже таким по важным моментам. Вот по важным переносишься в следующий важный момент той жизни. Как эта девочка развивалась, жила. Что с ней такого важного происходило? К следующему важному моменту. Один, два, три. Это следующий важный момент этой девочки. Что происходит? Что ты видишь? Мария? Я не понимаю, как будто она появляется и потом спрячется. Играется с тобой? Не пойму пока. Угу. Она может играться, эта девочка. Так, хорошо, давай почувствуй, попробуй почувствуй эту девочку. Эти банты. Угу. Как ее зовут, эту девочку? Как ее называют родители? ля-ля. 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 Я называю ля-ля. Хорошо, ля-ля, сколько тебе годиков? Четыре. Угу. Ля-ля, что вокруг тебя, что ты видишь? Большой дом, даже не дом, вот как дворец. Большой дворец. Ты из богатой семьи? Да. А кто твои родители? Не знаю, короны показывают. Момент. Ты видишь момент, когда... Отца вижу корону. Тебя обнимают. Мама тебя, папа обнимает. Угу. Этот момент наступает. Как они выглядят, опиши их. Угу. Корону ты видела? Корону, да. У папы корона. Угу. Как он? Сколько ему лет? На сколько лет он выглядит? Ну, как будто, около 40, наверное, с чем-то. Угу. Так. Угу. Какие одежды на него? Опиши его одежды. Больше, наверное, не знаю. Золотое что-то. Золотое же светится золотом. Угу. Угу. Хорошо, в какой вы стране живете? Твой папа король какой страны? Ну, приходит как будто Греция, но как будто она как не Греция. Угу. Ну, это вот старые длинные времена. Хорошо. То есть это те земли. Очень хорошо. А как мама твоя выглядит? Мама моя, пиши. У нее длинные черные волосы. Угу. Длинные черные волосы и большие вот как будто подводки на глазах. Хорошо. Черные глаза. Хорошо. От одежды не могу как бы разглядеть. Хорошо, хорошо. Хорошо, Ляля. И какой-то званый обед в вашем дворце. Да. Наступает какой-то званый обед, красиво все одеты. Угу. Какое сегодня на тебе платье? Длинное. Ты готовилась? Да, длинное. К этому дню. Да, я вот, мне лет 16 может, до 20. Угу. Тебя называют Ляля? Нет. Как тебя уже по-другому называют? Более уложительно к тебе относятся. Как бы Карин, Катрин, что-то такое идет. Угу. Катрин, Катрин. Хорошо. Хорошо, Катрин. Что сегодня за обед во дворце? Прямо какой-то такой, какие-то вельможи. Угу. Они к вам съезжают? Как-то медленно все заходят, так уважительно. Угу. Хорошо, Катрин. Что это за праздник? Какой повод? Какой повод сегодня? Вот, знаешь, как будто, как у нас сказать, как будто сваты, да? Сватуют. Сватуют. Сватаются. Да, сватаются. Угу. Это к тебе приехали свататься? Да. Ух ты, ты на выданье получается. Кто приедет? Есть тот, кого ты ждешь? Ты знаешь, вот как будто и на лошади скачут, и как-то едут на каких-то каретах, на каких-то лодках. С разных стран съезжают? Идут, да. Знатные особые. Да. И сидит мой отец. Угу. И как будто не я выбираю. А, они решают за тебя. Да. В те времена так было. Да. За тебя решают, выбирают тебе жениха. Да. Хорошо. Хорошо, прошло. Вот это событие прошло, закончилось уже. Быстро прошло, закончилось. И выбрали кого-то? Кого выбрали? Какого-то очень, очень знатного, наверное, такой из знатной семьи. А мне плохо. Что? Какого-то знатного, как будто бы вот какого-то знатного. Да, да, да. А мне как будто бы вот, я закрываюсь, я не хочу смотреть. А, не по душе. На него не хочу смотреть. Вот, ты не по душе. Ага. Угу. Угу. А я как будто думаю о ком-то другом. А ты мечтаешь о ком-то другом. Как часто бывает. Хорошо. Угу. Хорошо. И переносимся к следующему важному событию той твоей жизни. Ты, Катрин, один, два, три. Валенти, времени быстро переносишься. Следующий важный твой момент. Катрин. Туман рассеивает, вернее ясно и четко, что происходит. Я почему-то вижу себя с плеткой. Угу. Хорошо. Кого ты плеткой собираешься стягать? Всех. Ты чем-то недовольна? Я как будто... Угу. Я как будто вот эту обиду, всю боль какую-то, я ее как будто вымещаю. Угу. И я этого мужика забиваю плеткой. Вот так. Я его жениха вот этого вот забиваю плеткой. Угу. Хорошо. Очень хорошо. Хорошо. И переносишься дальше. К следующему моменту твоей жизни. Один, два, три. И Катрин. К следующему ты взрослеешь. И к следующему моменту переносишься. Незрение ясно и четко. Картин ясно и четко. Туман рассеивается, картинки проясняются. Где ты оказалась? Что происходит? Я как будто бы оставила все это. Дворец? Да. Угу. И я такая счастливая. У меня вот, знаешь, как Иван, да? Как Иван. Как Иван в лесу и двое детей. и я такая счастливая. Ушла в природу. Да. уединение от светских всех этих вечеров? Да. Молодец. Молодец. Катрин. Твой выбор. Молодец. Хорошо. У тебя есть муж? Да. Домик. Как твой дом? Простой муж. И он меня любит. Отлично. Молодец. Молодец. Молодчинка. Детишки. Сколько было детей? Двое. Двое детей. И домик такой простой. Хорошо. Как хижина. Как хижина. А как вы живете? За счет чего вы кушаете, питаетесь? Он работает. Ага. Ну, наверное, как хозяйство. Хозяйство. Я совсем ушла с этого дома. С этого дворца. Да, да, да. Молодчинка. Хорошо. Хорошо. Как бы я изменила, свою жизнь вообще кардинально. Да, да. Но сейчас ты счастлива? Да, я там счастлива. Молодец. Молодчинка. Запоминаешь эти моменты. Ощущение счастья семейного. Так. И переносимся потихонечку дальше к следующему важному моменту. Ай, без щелчка попробуем помягче. И ты один, два, три. Перенеслась. следующее событие важное для тебя той жизни, где ты, Катрин. что вокруг тебя происходит? Что вокруг тебя происходит? вот, видимо, вот эта война, то есть я побыла счастлива, я побыла вот так, все у меня было хорошо. Да. и как будто вот это все как бы я же должна, потому что я же как бы других кровей, и это как бы позор для моей семьи, и для всего вот этого вот, какие-то осуждения идут, все, да, и вот меня как будто как воины, что ли, за мной вот все-таки приходят. Забирать тебя. я стою на этом перекрестке каком-то. Идти с ними не идти. Да, здесь моя семья, а там долг. Долг, да, там мои родители, там мои корни. Да. И ты принимаешь какое-то решение. Да. Какое ты приняла решение? ты понимаешь, мне так больно внутри. Я их бросаю. Семью оставляешь семью? Угу. У тебя страна, может быть, страна в опасности, идешь, идешь дальше. Да, за мной приходят воины, и я ухожу. Так мне больно, так мне плохо, я так плачу, и они смотрят на меня, как бы ручки тянут ко мне, как бы говорят, останься, ну останься, ты же нам нужна. А я вот, ты приняла решение? Я их бросила, я ушла. Это твоё решение, молодец. Я вернулась. Молодец, да. И дальше события идут. И как будто я должна воевать, как защищать, то есть отвоёвывать вот этот дворец. Хорошо. А вот какие-то, кто наступает? ты знаешь, какие-то вот не оружие, а вот как бы вот шпаги, головы сносят вот как бы чем головы? Сносят, сносят вот как бы на лошадях. Вот в общем идёт вот такая война, да, вот какая-то такая война. то есть отстаиваем вот отстаиваем свой замок, и я в доспехах. Хорошо, пошли сражения. Да. Сражения. Ты тоже на коне? Да, я прямо возглавляю войско, то есть нужно мне не пустить их на нашу землю. Не пустить, отстаиваешь. То есть тем самым ты защищаешь свою семью? Да. Так получается? Да. Молодец, хорошо. И как итог этой войны? Ну закончилось, чем сражение закончилось? Сражение закончилось? Чёрт. Дальше переносишься? Да. По времени дальше переносишься? я вижу в этом во дворце я лежу уже мёртвое тело. Лежит мёртвое тело. Это после сражений? Да. Сразу же, после сражений? Потом как будто вот много-много разных тел, а я лежу как-то особо. мое тело лежит особо. А вы успели отвоевали? Да, мы отвоевали. Молодцы, хорошо. Ты душа, ты вышла из тела, висишь над ним. Я не видела, как меня, как я ушла. вот вот просто лежу. Хочешь посмотреть в момент ухода? Да. Хорошо. И ты возвращаешься на момент, когда тебя убили. За пять минут. Да, молодец. Раз, два, три, и ты там. Рассказывай. Что ты видишь? Что происходит? Копье. Вот как будто копье. Куда? Какую часть тела? Почему-то нога. Вижу ногу левую. Левая нога. И как-то я как будто упадаю. Вот как с лошади что-ли падаю. как будто все быстро скачется. И я падаю, и меня еще тащит. Тащит. И потеря крови. Потеря крови. Да, я все улилось. Быстро повторяю, и все. это душа, ты на тело. Церемония идет, погребение. Как проходила церемония? Ну отец, вот почему-то вижу отец. Очень сильно плачет. старик, уже старик. Какое-то понимание к нему приходит, как бы понимание такое, что что-то не делал неправильно он. Плачет. Очень много людей, но они почему-то все как будто головы закрыты черным. почему-то как монашки, да, вот все как монашки вот так видно. вижу сверху как будто как монашки. Что-то читают. А твоя семья пришла, муж и дети пришли проститься с тобой? Допустили их к тебе? Нет, нет, их не допустили. Они как будто там сидят и муж смотрит кверху. Он как будто бы почувствовал. Он смотрит кверху, плачет и вот он понимает, обнимает детей и понимает, что он больше со мной не встретится. Плачет. Попробуй сейчас почувствовать вот этот муж, душа от его мужа. А есть сейчас в твоей жизни где-то рядышком она? Ты можешь почувствовать сейчас? Я поняла даже. Поняла. Есть детишки. Посмотри на детишек. Это родственные души. Вот эти души там детей твоих. Где они сейчас рядышком с тобой находятся? Если они рядом. ну как будто девочку я знаю. Это моя дочка. Сейчас. Сейчас. Отлично. А мальчик? А мальчик он как будто как ну как полупрозрачный что ли. То есть он как будто не пришел. Не пришел еще. Он не пришел. Хорошо. Умничка. Молодец. Молодец. И душа вышла из тела. Вспоминаю этот момент когда душа вышла из тела и поднялась вверх после трех дней. Кто тебя встречал там? Была первая встреча когда ты вознеслась. Три дня ты была у тела потом потихонечку отслоилась тела стала поднимать тебя вверх 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 и там тебя встречает рот как ты видишь эту встречу? вверх вот ты как видишь как они в линию выстроились? Нет. Много просто. Много-много. Они прям рядышком-рядышком. Все и тихонько ко мне. Идет самый один большой. Да. Идет вот, идет, да, я его увидела уже. Это старик идет с длинной бородой. Его зовут Серафим. Серафим, отлично. Это твой близкий? Не знаю. Это наставник твой? Нет. Нет. Это кто-то из рода. Да? Да. Разможно старейший народа. Старейший народ. И вот он касается. Куда он тебя касается? Первое касание было. В лоб. В лоб коснулся. Что ты почувствовал на это касание? Как будто губами он прикоснулся. Так было по ощущению. Как будто поцеловал. Да. И ты начинаешь чувствовать. Что ты начинаешь чувствовать. Прямо какое-то, не знаю, тепло и дом, дом и внутри горит свет. Как будто частный дом. Отлично. Прямо дом, дом большой. И в нем вот там горит свет. Ты вернулась домой. Молодец. Прошло... Прошло 40 дней, и ты летишь на совет. Пришло время. Пришло время. Ты прилетела на совет. Расскажи, что ты видишь. Раз, два, три. И ты на совете. Что ты видишь? Энергию вижу. Энергии. Вкуски энергии. Как ты себя там чувствуешь? Как будто как-то неловко. Хорошо, хорошо. Вокруг тебя души присутствуют. Ты на совете. Это светлое место. Перед кем ты стоишь? Там есть некие старшие. Как ты их чувствуешь, видишь? Опиши, пожалуйста. Не знаю. Прямо в образе свечи. Почему-то. В образе свечи прям энергетический шар. Хорошо, хорошо. Как ты с этой свечей? Что ты чувствуешь? Хорошо, тепло у меня. Тепло, хорошо. И идет некий анализ. Сколько ты набрала черной энергии за жизнь? Катрин. Вот ты знаешь, как будто ближе к 80, 70 с копейкой. 72, как будто так идет. Ух ты, хорошо. Да. Что ты хорошего оставила на земле, сделала? У меня была семья и дети. Я спасла. Отвоевала, как бы, да, землю. Хорошо. Смотри, темная энергетика, темная идет. Это идет понимание, что я, я убивала. Война убивала. Да, война была, и я убивала беспощадно. И я бросила свою семью. Я бросила свою семью. Что ты, может быть, не успела сделать, должна была, но не успела сделать по программе? Я должна была вот в этом замке остаться с семьей, с детьми. Я должна была их привезти туда. Хорошо. Хорошо. Да. Совет заканчивается. И тебе говорят, на какой уровень тебя определяют? Шесть. Шесть. Шестой. Ты выходишь с совета. Смотри, как будто шесть, а потом так раз и на пять. Угу. Шесть-пять. Угу. Шесть. И ты выходишь после совета. Идет воссоединение с Высшим Я. Соединение с Высшим Я. Я вижу себя со стороны, как будто образ моего тела совершенно голый и прозрачный. Угу. И как с Высшим Я воссоединились моменты, описываешь? Что ты чувствовала? Вот как будто я в звезду зашла. Зашла в звезду. Отлично. Что ты почувствовала в момент? Как бы гармония. Гармония. Отлично. Молодец. Какое-то успокоение. Хорошо. Почувствуй, да, эти ощущения, запоминаешь их. Очень хорошо. И проходит какое-то время, и ты готовишься к следующему воплощению. Тебе уже сказали, пора, хватит отдыхать. И перед тобой выбор нескольких вариантов развития программ твоих. И насчет раз, два, три. Сколько у тебя было этих программ? Сколько вариантов выбора? Четыре. Четыре программы. Расскажи о них. Первая какая была? Ну, справа первая. Ну, понимаешь, показывают какой-то… Ну, вот мне показывают так, что это как алкоголь. Рюмка и алкоголь. Справится с алкоголем? Да. Угу. Хорошо. Вторая. Программа следующая. Приходит понимание, ты ее изучаешь, эту программу, к себе примеряешь. Ну, вот тогда вот прожить… Прожить в шкуре мужа того. Да? Прожить в шкуре мужа того. Того мужа, который с тобой был? Да. Который был со мной. Добрый который? В лесу. В лесу, хорошо, хорошо. Такая же ситуация. Угу. Третья программа какая? Не понимаю. Не понимаю. Позбираю. Как вилка, как… не понимаю, вилка. Вилка, вилка. Как буква в. Римская. 5, 4, V. Что это может быть? как ты изучала долго эти программы долго думала какую выбрать какая это программа и вот я не понимаю просто ощущаю потому что у меня какой-то аж страх появился внутренней хорошо внутри прям страшно давай следующий тогда идем следующую программу не идет и тут просто какие-то ключи 4 ключи да хорошо и вот ты выбираешь какую программу ты выбираешь ты душа сама сама выбираешь какая тебе подходит программа одно из них ты выбираешь я иду в шкуру шкуру какого мужчины мужа большого мужа молодец и ты сделала свой выбор и ты сделала свой выбор и перед прыгаешь в это воплощение сверху вниз на землю спускаешься и полетела в туннеле в туннеле в туннеле мы все тело это все замерло у меня да 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 так происходит сжимают тело и сжимаешь это какого-то маленького размера и спускаешься в комок пучок и пошла 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 следующего воплощение и и и ты уже на земле что ты видишь первое что ты почувствовала увидел опять на меня смотрит опять под фонарем под этим под лампой роды это много-много прямо кто смотрит люди или нет нет фантомы а фантомы стоят фантомы фантомы они прям на меня смотрят сверху полностью а как ты выглядишь на себя посмотри стороны вот на кого они смотрят низкими глазами посмотри на себя и глазами на себя что они видят они видят ребенка родился ребенок да родился родился ребеночек молодец кто ты мальчик девочка до девочка девочка молодец отлично и это девочка взрослеет взрослеет начинает уже бегать и ты уже понимаешь отчетливо чувствуешь свою семью своих родителей начинаешь чувствовать платье чко на тебе какие-то одежды как папа твой выглядит ты знаешь у меня такое ощущение что я сюда пришла вот сейчас сейчас свою жизнь то молодец до свою жизнь то есть ты увидела себя как ты есть но я есть я и марина отлично давай теперь этих пройдем моменты какие-то важные вот ты сейчас взрослеешь и важный какой-то момент своей этой настоящей жизни где марина 1 2 3 детство как бы сканируем смотрим какие-то важные события которые очень сильно повлияли на тебя самое первое детство событие которое повлияло на тебя которое заимело большие какие-то последствия все время меня присутствуют фантомы фантомы и да я их вижу я их потом я блин что что что-то убедил я вот знаешь как называется в литургический сон впала кома да мне года года 45 как это произошло ты жила я захотела очень спать до и меня все будет кричат а потом понимает что я пишешь что я не могу него не могу я не просыпаюсь они напуганы и все и что произошло с твоей душой в этот момент я не было моим физическом наверно теле да да что-то произошло куда она ушла куда вот ушла куда она ушла твоя душа из тела меня кто-то позвал кто тебя позвал тоже фантом позвал смотришь куда он тебя позвал куда вы с ним следовали не приходят картинки как будто и и понимание тут же что я это видео уже видел я это все видео вспоминаешь не наш молодец что-то не показывали что-то не показывали что показывали что показывали почувствуй пойми и зачем тебе показывали мне показывали души рот видимо рот потому что все фантомы фантомы с фантомом стоят ты понимаешь от какие видения у меня были непонятные да оказывается все это мне показывали я поняла я когда стала старше у меня были как называется как дежавю до вроде это уже где-то было вроде это уже где-то было а оказывается мне показывали я все это видео ты знаешь как был пройден путь моей жизни вот как мне показали мою жизнь потому что и будущее показали да да то есть вот эти ощущения дежавю который ты да да это точно ты уже видел я точно это видео я видела точно этой себе я все время все время говорил блин я это видела это я видела я видела именно этот момент и точно также видела и дрожь по всему телу да 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 они крутили крутили вот виски вот я это видела и вот это когда я там была и я сплю мама постоянно возле меня подходит но я сплю я спала долго сколько ты спала сколько ты времени спала около двух суток вот так молодец хорошо для чего тебе это показываю вот для чего это произошло с тобой тебе все показали с какой целью все приходит понимание но если я почувствую должна была ну наверное вот показать дорога и тропинки 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 по каким бы я тропинка мне шла я должна вернуться к этой дороге убить эту дорогу до новую свою увидела убить ее она как ствол у дерева идет 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 и что впереди ты сейчас можешь немножко будущее заглянуть что впереди что ты должен выполнить ты знаешь как будто косую плиту на этой дороге впереди себя плетется коса как будто бы я ее плиту и иду по ней сама себе дорогу когда трой плиту плетешь арена у тебя будет мужчина в этой жизни да вот идет он как будто как растение назвать можно да как вот он не как цветочек не вот он идет как будто вот он настолько выжатый энергетически у него как руки как плетки висят голова вниз опущена и как будто ему так тяжело идти у него прям гири на ногах и происходит ваша встреча случайно ё-моё вот это знаешь как сейчас я выражусь и подожди приходит такое вот вот такой приходит что когда мужиков раздавали я точно стоял последняя очереди мариша зачем тебе да я ему протягиваю руку а это я поняла я ему протягиваю руку я прям его обнимаю да я его его как будто подтягиваю до обнимаю даю ему энергии и он кому-то бы выправляется это мужчина этот мужчина он этом вот я воссоединяясь с ним это мужчина который был моим мужем в хижине это он марина когда вы встретитесь переносись на момент встречи и ты понимаешь ясно те с какое время почему-то идет два три два три года или месяц может быть не понимаю пока два три марина сколько у тебя энергии 15 сколько надо подкачать 45 подкачаем подкачаешь скажешь сколько у тебя вибрации 7 сколько надо подкачать хочу 35 подкачаем есть сколько у тебя цветных энергий заполняюсь заполняюсь цветами все нужные цвета все сразу автоматически все смешивается все синхронизирую и защиту защита 30 поднимаю поднимаю до 70 готова теперь продолжаем скажи мне а где ты встретишься с мужем с мужчиной как будто бы какая-то вот неожиданность для меня какая-то неожиданность какое-то идет ощущение как будто вот он уже вроде бы я смирилась и мне уже вроде бы этого и не нужно а как будто как какая-то неожиданность мою напитаю как-то так идет мощно питаешь энергии да а посмотри вокруг что-то видишь вокруг семей при встрече не могу сказать мне спокойно чувствуешь спокойно да какие какой кармический узел ты должна развязать в этой жизни или и сколько их переходим на 1 косметика кармические как будто я должна что ты должна я наверно должна пройти побывать шкуре тех кого я бросала как вы комиссии узел неразвязанности их времен остался да который тянется в эту жизнь да то есть да да показали прямо узел узел какие важные события этого воплощения переносить на важное событие я почему-то себя вижу и воином и бабкой старухой которые я уже видела меняется в о воин потом бабка как бы перетекает бабку скажи ты выполнишь всю программу нет что-то не выполнишь вот мальчика показывает мальчика который как бы в коконе я не я не дала ему жизнь ну я как бы не успела дать ему жизнь да мальчик ну хорошо мальчика ты вот видела себя в образе бабушки и в образе воина что этот боя символизирует он как знаешь смелость и вот храбрость да то есть как бы иду и крушу все перед собой да то есть нет страха а бабушка что символизирует а бабушка опять было вот вижу картинку именно вот в бане она жгет свечи бабка старуха будут у тебя еще дети в этом кокон стоит но я не могу сказать все зависит от нее все зависит от тебя кокон стоит хорошо молодец а мужчина с которым ты встретишься ты будешь с ним жить до конца своего воплощения вот он идет раньше все хорошо как ты душ по своей программе и 100 процентов среднем насколько сейчас выровнялась знаешь вот как будто дорога до косу то плиту а было очень много на силах влево вправо туда-сюда ночь много веток веток а сейчас иду просто прямо хорошо вот сейчас как будто нагоняю нагоняю программу свою иду прямо стала напрямую да и пошла на солнечко и плиту кто был тот фантом который тебе девочка когда забирал детстве вернись в то время когда уснула и пришел фантом забрал тебя кто высокие какие-то вот и туда потому что же замирает грудь до высокие вибрации и кристалл как в виде ромба ромба кристалл и вокруг образы образы идут но я не могу их уловить но прямо такое волнительное очень высокая потому что прямо выше груди выше прямо все распирает субстанция высокого порядка до для чего они даже горло давить начала начала начало синхронизирующие с ним 123 ты можешь легко и комфортно каждой клеточки тело дай богу не синхронизируешься на время какой-то вот кто вот знаешь как у тарелки бывает крыша или это как венок какой-то когда вот когда на голову одевает и от него идут вот не цветочки а лучи лучи вокруг круг его и лучи как будто я там это не тебя хотели активировать да почему выбрали именно тебя какое-то колесо вот идет как крутится колесо крутится колесо ассоциации с колесом что это колесо это какая-то планета до события события наверно да да кто ты в этом колесе я какая прозрачная ну вот лицо у меня как будто какую нло нло с какой планеты не их там много это высшее высшее высокоразвитые усыпись за этим фантом у тебя с ним связь ты его видела и он тебя знает поднимись его где он сейчас находится даже она по трубе вместе с ним находишься до места где он как какой лабиринт и лабиринт лабиринт идет к верху и мы вышли на меня никто внимания не обращает как какая-то лаборатория и все что-то заняты заняты какие-то шла какие-то вот как трубы до как будто как соединение вот идут труба с трубой да как колеса эти колеса все в каких-то трубах трубах портал портал и туннели да туннели порталы соединяются планетами потом они вот так вот вот как бы в круг в круг ложатся много-много большой круг середине середине идет ну как сказать как рычаг что ли какой-то как рычаг да вот как плюс да как плюс как плюс и вот и они так вот все вниз опускаются как будто лежат тел не вижу и как будто туда все смотрят она все там светится вот этот рычаг светится все как будто как на этом кругу а этот круг какой-то как в виде треугольника до центра треугольника как большой круг и он такой раздвинулся и все туда смотрят вниз туда посмотри тоже на там прямо бездна куда там там они смотрят прямо бездна и что-то такое ну пошли как молнии да как молнии боже мой смотрите молнии тот то меняется в дождь как будто льет вода меняется они как управляют да что-то так эти молнии управляют стихиями да на земле дождь идет вода это не импульсы посылают они как будто знаешь вот надо помыть надо разогнать да вот надо что-то разогнать надо помыть нужно выжить зачем это все приходит понимание зачем это все зачем они управляют зачем это все создано зачем они там они как будто убирают хаос да хаос убирают они убирают где они убирают вот в этой бездне ну так дожди они вот через эту бездну это явное мило какое одно да да с большими глазами ну вот прямо и круглая да как ну как треугольник такой формы больше треугольника глаза огромны огромные глазницы огромная глазницы и маленький рот какого они цвета отлично сейчас энергии питания они прозрачные они прозрачные но глаза как будто темные хорошо описываешь описываешь давай сейчас мы контакт с ним вступим сейчас его видишь и ты телепатически с ним можешь вступить в контакт и мы разговариваем будем разговаривать с ним здравствуйте здравствуйте инопланетный разум цивилизация высокоразвитая здравствуйте очень приятно что вы согласились с нами беседовать здравствуйте получается вы за нами присматриваете за всеми и вот это ощущение дежавю у каждого из нас было значит вы с каждым из нас по делаете такие операции с каждым только не все могут это вот потом понимать а как вы это выбираете момент когда-то нужно делать как это происходит показывает маленьких детей канал у кого открыт детишками работаете у кого да только как вы получается ребенок светится канал открытый и они берут и уводят бывает это во сне бывает это ну в период ночи да то есть когда ребенок спит бывает это днем как бы он ну как бы он цепенеет тогда цепене это вот ребенок цепенеет и вот оказалось как раз маринка у вас такая чувствительная до что она уснула да она спала да да она спала хорошо то есть получается вы какие преследуете цели к программе вы каждого человека подталкиваете к его реализации да все все да сейчас вот кто здесь они все за ними приходили мы всем им показывали все им показывали они уже все знают нам только остается вспоминать вспоминать именно вспомнить они уже все все знают им все уже было показано каким способом надо вспоминать как сейчас развитие развиваться слушать слышать научиться слушать себя слышать окружающие очень тонко очень тонко улавливать вот все знаки все идут все идут все знаки вот как будто они дают эти знаки они дают внутри подсказки до научиться считывать понимать да очень тонко нужно очень много слушать себя как вы к нам относитесь кто бы для вас ну они как будто тянут вас они как будто тянут нас чтобы мы стали более развитые и